Сегодня особенно, как никогда, мне захотелось возродить свой старый пост, который я выставляла уже много лет назад. Интересные факты из мира генетики. И давайте порассуждаем, действительно ли на сегодня 40-50 лет – это кризис среднего возраста. Итак, интересные факты. Давайте, поехали. Интеллект не передаётся от отца к сыну. То есть, если вы гений, то ваш сын 100% не унаследует. Идиотизм не передаётся от отца к сыну. Если вы законченный, ну, нехороший человек, то ваш сын не будет таким, как вы, с чем вас испоздравляем. Интеллект от отца может передаваться только дочери, только наполовину. Унаследовать интеллект мужчину может только от своей матери, который она, в свою очередь, унаследовала от отца. Дочери гениев будут только наполовину умные, как отцы, а сыновья будут гениями. Если их отец не очень умный, то дочери будут ровно наполовину такими же неумными. Поэтому гениальный женщин почти не существует. Как и не существует стопроцентных неумных женщин. Зато мужчин гениев и мужчин тупиц достаточно. Отсюда и поколение неудачников, алкашей, матерей-одиночек, а также нобелевские лауреаты. Это в основном мужчины. Выводы для мужчин. Чтобы спрогнозировать умственные способности своего сына, гляди на отца своей жены. Если он академик, то твой сын тоже будет умным. Твоя дочь получит наполовину твоего ума, но и половину твоей неумности. По интеллекту она будет ближе к тебе. Ее сын получит умственные способности. Хочешь, умное поколение, мечтай о дочери. Твой умственный способ способности от мамы, а вернее от дедушки. Выводы для женщин. Внимание, девочки. Твой сын по уму. Копия твоего отца. И ругать его за то, что он весь в отца, не совсем корректно. Твоя дочь по воспитанию будет, как ты, но по уму, как ее отец. Ее же сыновья будут похожи на тебя. Считаешь, что главный результат роста продолжительности жизни – это пожилые люди теперь дольше живут. Но главным огромным стратегическим, меняющим на наших глазах все человечество следствием, скачка вовсе основана не на этом. Старость теперь дольше продолжается. Неправильно. А то, что она намного позже приходит. Для тех, кому сегодня 40, 50, 55, старость начинается только в 75. То есть на добрых четверть века позже, чем для наших поколений родителей. Еще совсем недавно в человеческой жизни было лишь три основных периода – молодость, зрелость, старость. Что теперь? Зрелость случается в 50 и отмечает с собой начало абсолютно нового, раньше не существующего этапа. Что мы о нем знаем? Он продолжается почти 30 лет с 50 и примерно до 75. В отличие от прежних представлений возможностей человека в этот период. И при правильном подходе не снижаются и остаются, по крайней мере, не хуже, а в некоторых случаях даже лучше, чем в молодости. Вот это правда интересно. Потенциально это лучший, самый качественный период в человеческой жизни, поскольку совмещает в себе здоровье, силы и опыт жизненный. Если бы молодость знала, а старость могла, это вообще уже не актуально. По всем статистическим данным последних лет, самое счастливое время жизни и пик наступает примерно в 65 лет. О-о-о! Реально интересно. Те, кому сегодня 55-65, проживают этот период – первый ми в истории человечества. Раньше его попросту не было, поскольку люди намного раньше старели. В ближайшие несколько десятилетий люди возраста 50-75 станут самой массовой возрастной группировкой на планете. Жду подтверждений жизненных историй.